Заговор ногтей Если это гусеница шелкопряда, то в результате появятся прекрасные шелковые нити. Можно будет нарядиться в одежду из великолепных тканей, покрывать себя прекрасным легким воздушным одеялом. Как мне это напоминает человечество? А дерево, листья которого так старательно обгрызают гусеницы, называется деревом разума. Разум очень терпелив. Он способен ждать появления или прекрасной бабочки, или великолепного шелка. Главное в разуме – это пустота. Каждый раз состояние. Здесь никого никогда не было. Я здесь первый. Я сейчас узнаю эту истину. Очень важно дождаться перерождения и не остаться в стадии гусеницы на всю жизнь. А многие так и остаются. Они привыкают поедать слова, мысли, добытые разумом, считая их своими. И никогда ничего своего не привносят. Обязательно ли нужно поедать дерево разума? Или есть какие-то другие пути познания? На этом вопросе я приостановилась и начала сравнивать два состояния. Состояние полного баланса и гармонии. И вдруг вся система приходит в движение, начинает ломаться, появляется неустойчивость. Эту неустойчивость легко ощутить, когда прикасаешься к чужому языку. В своей стране, в своем народе, в своем языке каждый человек находит баланс. И вдруг нечто инородное, сильное внедряется и начинает быстро-быстро поедать наработанное. Дисбалансировку всегда хочется устранить. Разум всегда два. Стабильность – ноль. Вмещение в себя и поедание всего, что видишь, слышишь – единица. Затем ноль с единицей совмещаются в двойку. И наблюдать за рождением разума проще всего, когда его проходят двое. Приятно, если это двое весы. Один стал сильнее и выше, передал тому, кто сейчас слабее и ниже. Весы качнулись, все поменялось в один миг. И снова передача. Такие постоянные качели. Один поддерживает другого. Наступает момент, когда тот, кто выше и сильнее, не желает больше обращать внимание на того, с кем вместе качался. Ему хочется стартовать дальше. Тут и появляются субстанции сокровенного имени в состоянии мундулуно. Откачай ненужное. Отдай то, за счет чего ты сейчас стал выше и сильнее. При этом не слабеешь, поскольку субстанция тебя подбросит дальше, на следующие качели к тем, кто сейчас выше и сильнее. А значит, разумнее. Ты отдаешь только ум. Кубик наработанного ума. Взамен получишь пустоту. Эта пустота адресная. Не испугайся момента наступления пустотности, когда кажется, ой, я все забыл, я ничего не значу. А на самом деле тебя уже подхватывает тот, кто сейчас выше и сильнее твоей качели. Но он ниже и слабее на своей. Ты займешь его место. Так зигзагообразно выстроена лестница разума. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова